Эмилия Васильевна, я сегодня с вами хочу обсудить тему первого свидания. Что такое идеальное первое свидание? Может ли первое свидание быть идеальным? Ай, ты же знаешь, я всегда говорю, а в чём проблема? Почему вдруг возникает вопрос по поводу идеальности первого свидания? Сейчас я вам скажу. Проблема в том, что у огромного количества людей и у мужчин и у женщин, в основном у женщин, есть какой-то страх перед первым свиданием. А что, если я не понравлюсь? А что, если меня не пригласят на второе свидание? А о чём я буду говорить? А в чём мне идти? А краситься ли мне? А какие вопросы задавать? А в какое место идти? Оплатить ли? И масса-масса всего. И очень многие люди стрессуются, в особенности женщины, очень стрессуются по этому поводу. Анна, ты веришь в это? Я в это не верю. Мне кажется, что сейчас народ, когда он идёт на первое свидание, вообще не задумывается о том, понравятся ли они. Они идут с таким видом, ой, ну ладно, пойду схожу, посмотрю, что там за чудо придёт. То есть, мне кажется, проблема первых свиданий, мы же сейчас о каких первых свиданиях говорим? Через интернет, правильно? Да, 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 через интернет, когда не разговаривали. Говорим, когда люди друг друга знают, они уже друг другу поулыбались, да. А мы сейчас говорим о первом свидании двух совершенно незнакомых людей. И вот они решили встретиться. И вот Анна сейчас говорит, а как выглядит идеальное первое свидание? Ну, мой короткий ответ на этот вопрос. Идеальным, идеальной является первая встреча двух незнакомых людей, когда мы эту встречу свиданием не называем. На свидание ходят люди, которые влюбились друг в друга и назначили друг другу свидание. А здесь встреча. Встреча двух незнакомых людей. И чтобы эта встреча прошла хорошо, да, двум людям на этой встрече должно быть интересно. И если бы мы думали о том, да, что вот я иду на свидание и думаю, ну, на эту встречу иду и думаю, здорово бы на эту встречу провести так, чтобы другому человеку было интересно. Тот, кто так думает, вот, кстати, не задумается об этом идеальном первом свидании, оно у него всегда проходит хорошо. То есть, понимаешь, идеальное первое свидание подразумевает, что мы думаем о другом человеке, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было интересно со мной. Ну, на самом деле, люди вот на эти всякие свидания через интернет-знакомства идут, они идут типа на свидание, девушки нам рассказывают, что чуть ли не проси должны за ними прислать, с букетом роз должны прийти, обязательно должны оплатить ее там ужин и т.д. То есть, если вы понимаете, что вы идете не на свидание, а идете на дружескую встречу, и на этой дружеской встрече, если вы позаботитесь, чтобы другому человеку было хорошо и интересно, да, то из этой дружеской встречи может быть что-то вырастет. И, может быть, даже к концу вашей дружеской встречи мужчина вами увлечется и захочет оплатить ваш ужин, да, захочет. То есть, если я пришла незнакомая тетка из интернета, и мужик должен оплачивать мой ужин, тут вот смешение, Анна. Вот мне кажется, проблема этих первых свиданий через интернет в том, что происходит смешение этих понятий, и мы, женщины, должны прийти в сознание и должны понять, нас на свидание, никто не спал. Нас зовут на дружескую встречу. И если это дружеская встреча, да, то она и подразумевает немножко другой формат. Как женщина себя на свидание ведет, да? И как мы себя ведем, если мы идем на встречу с человеком, с которым просто хотим познакомиться, по-дружески узнать. Так что, как выглядит первое идеальное свидание через интернет, через сайт знакомств? Это будет встреча, а не свидание. И мы не пытаемся занять роль невесты, которую мужчина должен добиваться. Мы для этого мужчинам еще никто. Профайл из интернета. И вот если мы пришли и в течение первых получасов сумели раскрыться, заинтересовать его как женщина, то следующие полчаса могут потихонечку перерастать в свидание. И было или не было у нас это свидание, да? Было свидание, если мужчина с удовольствием захотел заплатить за наш ужин и еще 10 раз предложил. А может быть, ты хочешь это? А может быть, ты хочешь это? То есть мужчина начал накрывать скатерть самобранку перед женщиной. То есть он почувствовал, да, что вот разворачивается свидание. Проблема свидания заключается в том, что женщины приходят на встречу, а хотят прийти как на свидание. И мужчинам это не нравится. Мужчинам это не нравится, что мы еще не стали той женщиной, да, которой он увлекся. Но мы уже требуем каких-то преференций, как вроде бы невеста пришла. Вот я какую проблему вижу. Васильевна, вы тут рассказывали, я вспомнила одно свое свидание. Два с половиной года тому назад была с англичанином в Тиндере мы познакомились. Мы встретились совсем недалеко от моего дома в кафе. Да, естественно, он заплатил все. Разговаривали, наверное, около часа. Он мне как человек понравился. Я ему тоже очень понравилась. Но как мужчина он был намного ниже, чем я. Но в итоге что произошло, что мы с ним подружились, и я ему предложила вести тренинги. И мы с ним вместе провели четыре тренинга в Будапеште. Несколько раз встречались, готовились к тренингам. То есть можно сказать, что это просто у нас было сотрудничество. И это было необыкновенно. Аня, так вот здесь и произошло, да? Пришли на встречу и сделали все возможное, чтобы эта встреча была дружеская. И напротив, оказался мужчина с такими старыми, патриархальными взглядами, где даже если встречаются друзья и один друг женского пола, мужчина все равно берет на себя оплату, оплату ужина. То есть он таким образом показывает какое-то свое уважение и расположение. Правильно ли это? Я могу сказать, да, правильно, даже с точки зрения, как не наступает феминизм в мире. Но если мы берем статистику, то мужчины в мире зарабатывают больше. И у мужчин больше возможности получить больше ресурсов. И вот этот мужчина напротив сидит и говорит, даже если ты мой друг, да, с тобой в дружеских отношениях, ну ты женщина, и я знаю, что тебе сложнее социума получать ресурс. А я получаю больше. Он будет как бы обозначать, ну это примерно то же самое, как физически, да? Будет тяжелая сумка, можно, конечно, напополам разделить с мужчиной этот груз. А есть, на которых мужчина обозначит. Ты знаешь, я готов груз больше на свои плечи. Но здесь, Аня, почему это свидание можно было назвать успешным? Ты пришла на дружескую встречу, и она оказалась дружеской. Это первая ступень. Можно было подняться на более высокую ступень, да, дружескую встречу перевести в любовную встречу. Ну ты посмотрела и поняла, ну не твой человек. Не мой человек, не мой, не мой. Это не от нас зависит. Вот есть вещи, это от Господа Бога зависит, да? Химии не произошло. Но если не произошло химии, ну мы же можем понять. Достойный, интересный человек, я хочу с ним продолжать общение. Да, и плюс еще занимается стендапом, и плюс еще был на нескольких тренингах Тони Робинса. А я как раз тогда собиралась ехать к Тони Робинсу, и тогда сразу же я говорю, так, не хочешь ли вместе со мной тренинг провести? И мы провели несколько тренингов. Так что из таких свиданий или из таких встреч даже в тендере может вырасти и дружба, и может вырасти даже какое-то сотрудничество. Не одной плоскостью соприкасаться, да? Не вот с этими горящими глазами ищу мужа, ищу жениха, да? А желание расширить круг общения и выходить на это общение еще единомышленников, ищу своих людей, не замыкаясь узким мирком. Вот это будет успешное так называемое первое свидание, которое позволит расширить круг общения. Да, да, да.